В селе Хасрех Кулинского района сдали в эксплуатацию новый фельдшерско-акушерский пункт, возведенный в рамках подпрограммы устойчивого развития сельских территорий. Урожай сочных персиков. В селе Черкота ценят труд садоводов, которые бережно возделывают землю, неизменно вознаграждающую их сочными плодами. О тонкостях сбора фруктового богатства сегодня в выпуске. У жителя Дербенского района обнаружены боеприпасы и наркотики. По постановлению суда полицейские провели осмотр дома жителей села Нюгди Дербенского района. В результате чего у него обнаружены изъяты наркотические средства марихуана весом более 10 грамм и гашиш весом около 95 грамм, а также магазин от пистолета Макарова и боеприпасы к нему. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства. С сотрудниками полиции мужчина задержан и доставлен в отдел, а изъятая направлена на экспертизу. Более 1300 фактов хищения газа выявлено с начала текущего года в Махачкале. Сотрудниками Газпром газораспределения Махачкала в столице с начала текущего года выявлено около 1300 фактов незаконного подключения к газопроводам, сообщили в пресс-службе компании. Рейдовые мероприятия прошли в Ленинском и Кировском районах столицы. Специалистами компании было выявлено и пресечено 35 фактов самовольного подключения к газовым сетям жителей поселка Семиндер и поселка Талги. За незаконное потребление газа предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кроме того, нарушители обязаны оплатить потребленный газ и возместить расходы газораспределительной организации на проведение работ по ликвидации несанкционированного подключения к газовой сети. В столице Дагестана провели информационные рейды по профилактике нарушений масочного режима. Точками проведения мероприятий стали автовокзалы Махачкалы, Северный, Южный и РДР. В ходе чего активисты оповещали граждан о мерах профилактики коронавируса, а также раздали медицинские маски и соответствующие памятки. По итогам проверок не было выявлено серьезных нарушений. Все автовокзалы обеспечивают своих работников средствами индивидуальной защиты, а также ведут учет состояния их здоровья в специальных медпунктах. В высокогорном селе Хосрех Кулинского района сдали в эксплуатацию новый фельдшерско-акушерский пункт, возведенный в рамках подпрограммы устойчивое развитие сельских территорий. Вот такая сложенная работа и вот такое внимание республиканской власти приводит к таким результатам, что сегодня очень большое количество населенных пунктов получают в виде результата те или иные социальные и инженерные объекты. Основной несущий каркас здания ФАПа выполнен с использованием технологии легких стальных тонкостенных конструкций, что позволило значительно сократить время возведения объекта. При строительстве особое внимание было обращено на аспекты практичности и комфорта помещений для работы медицинского персонала и приема посетителей. Общая площадь здания составляет более 100 квадратных метров. Предусмотрены смотровой, процедурный и акушерский кабинеты. Имеется необходимое оборудование для оказания первичной медицинской помощи. Здесь сторожа нету. У нас сторожа нету. Я хотела бы, если сможете, поставить видеокамеру. А то я боюсь. Ночью у нас никто здесь не бывает. Вот это хотела бы попросить, если вы сможете. Фельдшерско-акушерский пункт является важным объектом социальной инфраструктуры села. Он значительно упростит доступ к качественной медпомощи. Аналогичные ФАПы, возведенные в рамках программы устойчивое развитие сельских территорий, совсем недавно были сданы в эксплуатацию в высокогорных селах Гертмак Азбековского района и Ханнох Тумадинского. Вообще, в рамках данной программы за последние годы в различных селах Дагестана возведены в строй десятки объектов социальной инфраструктуры. Я бы хотел, чтобы обратили внимание на такую сторону, что сегодня то, что сделается властью государством, мы немножко не доводим до людей, до общественности. То есть мы отстаем как-то. Вот это в информационном поле. Нам надо проложить больше рассказывать об этом. Селение Черкота, что в Гумбетовском районе, цветущие плодовые сады в долине реки Андийская Кольсу возделываются годами. Это основное занятие местных жителей, труд на своей земле. Щедро вознаграждается самой природой, дарящей сочные плоды. Особенно прижились там персики. О том, как выращивают сладкие фрукты, узнала Алина Багилова. Сама природа создала здесь все условия для выращивания сочных плодов. Да и никакой другой работы, по правде говоря, у сельчан нет. Круглый год черкотинцы используют результаты своего труда. Сами питаются дарами садов и кормят ими других. Тяжело что делать. Основной доход – это же, поэтому надо все равно собирать. Сапия Тахмедова много лет занимается собственным садом. 16 соток зеленой гордости – дело ее рук. В июле начинается самое приятное. Вместе с тем тяжелая страда для садоводов – сбор урожая. У каждого сорта персиков своя пора созревания. Каждый из них спит в разное время. Есть деревья, приносящие ранние плоды, средний и поздний урожай. Чем позднее сорт послевает, тем он вкуснее, мне кажется. Но у каждого свой вкус. Сапият превратила землю, которая досталась ей по наследству, в цветущий плодовый сад, бережно возделываемый годами. Кажется, тут есть почти все – абрикосы, хурма, яблоки, эти любимые всеми сочные фрукты, пушистые персики. Тут у меня 16 соток. И занимаюсь я им уже почти 16 лет. В 2005 году я их посадила. С тех пор вы тоже посчитаете, 16 год. Подождите, вы это, можно сказать, сами все посадили? Ну да, сама посадила, сама выращивала. Садовые каникулы Сапият заканчиваются в феврале. В это время уже начинается пора садоводческих забот. Обрезка деревьев, а затем и другой уход за плодоносящими ветвями. Мы целый год тут. Основное, в течение года, только декабрь, январь, мы тут не бываем. С февраля мы начинаем эту обрезку. Ценности этих персиков не только в неповторимом вкусе, но и в экологической чистоте, обеспеченной уникальным климатом и первозданной природой здешних мест. По словам местных садоводов, натуральность и безвредность продукции стопроцентная. Никаких удобрений и химикатов. Самые лучшие абрикосы у нас, даже когда я ездил в Россию, в Саратов или в каком-нибудь городе, армянские, узбекцы, никто не покупал, только на мои налетали. И побольше цены брали. А в чем секрет был? Секрет? Я только увидел, сколько у меня трава растет. Это я удобрения туда не пользую, налозом. Химикату я тут не использую. Единственное, что я тут использую, это медный купорос. Когда обрезка деревьев делаю, до цветения, это медный купорос. Обрезка деревьев. Больше никакой химикату не использую. Чтобы тля не испортила деревья, куча деревьев с листьями не было. Садоводы черкотинца признаются, персики нуждаются в большем уходе, чем другие плодоносящие деревья. Да и капризов у нежных стволов много. Живут они не более 10-15 лет. Они быстро дают, второй-третий год дают урожай, поэтому их сажают, все сажают. Но их содержат и уходят. Тяжелых? Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Гумбетовский район». Хочу пообщаться с ним в бою и спросить о самочувствии. Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел пресс-конференцию в Москве. В рамках мероприятия боец ответил на самые актуальные вопросы журналистов. Он рассказал о предстоящем поединке с Джастином Гэджи, подготовке к октябрьскому турниру в Абу-Даби и дальнейших карьерных планах. Мы знаем, что он делает хорошо. У него очень хороший лоу-кик в переднюю ногу. Хороший апперкот в задней руке и левой боковой передней руке, так скажем. Очень хорошо защищается от борьбы, потому что человек боролся, умеет бороться, знает, что такое борьба, не понаслышке. Также мы знаем его слабые стороны. Мы знаем, что он устает. И я очень хочу, чтобы я ему проходил ноги и чтобы он защищался. Почему? Потому что каждый раз, когда он будет защищаться, я буду забирать его часть. Часть его энергии, часть его выносливости. И, так скажем, хочу смотреть ему в глаза и общаться с ним и говорить, как ты себя чувствуешь после первого раунда и после второго раунда. Кроме того, боец признался, что по-прежнему переживает из-за смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова, который был для него не только тренером, но и близким другом. Я переживаю и сосредоточиться к бою, если я буду сейчас говорить, сидеть здесь с каменным лицом, говорить, что мне ничего не мешает. Это, конечно, будет неправдой. Это, конечно, мне мешает. Я думаю о нем. Не знаю, поскольку, может, вот эти чувства меня выведут на другой уровень и я стану еще сильнее. Любые испытания, они вас могут или сломать, или сделать сильнее. А это мы посмотрим со временем, увидим, что вообще получится из этого. И на этот час у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, смотрите наши новости в YouTube и в Instagram. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин